Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех приветствую именем Господнем, именем Иисуса Христа. И в эти январские дни, когда вот так много праздников, даже в православной традиции именуемся мы порой празднолюбцы, в хорошем смысле слова, любители празднеств этих. Праздников церковных на самом деле великое множество, но вот завтра, получается у нас 14 января, каждый год по православному календарю празднуется, но в народе именуется это Старым Новым Годом, а вообще-то это обрезание Господне, обрезание Господа нашего Иисуса Христа. Вот, и, конечно, да, и Рождество 7-го числа, вот 14-го обрезание, хотя, конечно, да, исторически Иисус родился, конечно, не в январе и не в декабре, он родился вообще не зимой, вот, родился он раньше, чем это принято считать. Мы, я думаю, это уже, так или иначе, все это знают уже, фактически, люди, особенно христиане, что Иисус родился, ну, по-нашему, получается, в сентябре, начало месяца, библейский месяц Тешерей, значит, как раз выпадает на середину сентября обычно. Вот, и его историческое именно Рождество как раз связано с этими библейскими, библейскими осенними празднествами. Вот, но из-за такой уже многовековой традиции религиозной, перешедшей как бы с язычества еще древнего, это получается как бы имплантант определенный такой религиозный, или как сказать, это плагиат, о, можно так сказать, плагиат, потому что когда элементы одной религии или верований религиозных переходят в другое верование, в другое религию, это можно назвать религиозным плагиатом. И очень в христианстве историческом, я как историк, как преподаватель библейских школ, когда рассказываю об истории христианства, я об этом очень много говорю, вот, и элементы вот такого нехристианства в христианстве, ну, хоть отбавляй. Но есть откровенно такие языческие, оккультные такие традиции, даже события вспоминаемые, которые не имеют никакого основания исторического, библейского, тем более. Но есть такие празднества, которые, будем так говорить, имеют какое-то оправдание библейское, то есть имеют, вспоминают события, которые описаны в Писании. И вот события Рождества, рождения Христа, Спасителя, да, это историческое событие, которое вспоминается ежегодно, хотя не в ту дату, когда он родился на самом-то деле, но как бы так уже вот заведено в традиции. Хотя в нашей церкви, допустим, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, мы осенью тоже как раз и празднуем, вот, и Рож-Хашина, Йом-Труа праздник, библейский праздник Трубного Зова, праздник Суккот. Эти празднества как раз они, вот, и являются как раз историческими, вот этими днями рождения Спасителя, его пришествия исторического, вот, первого пришествия, хотя эти же праздники, они говорят и о будущем, они говорят и о втором его пришествии. Ну и как раз, в общем-то, и осенью Иисуса и обрезали, потому что его на восьмой день, вот это обрезание, которое было в Израиле уже, значит, самых мы там аврамовых времен будем договорить, то, значит, оно как бы и было всегда, ну и сейчас сохраняется, конечно, в народе Божьем. В христианстве обрезание как таковое, оно фактически неизвестно уже, то есть это считается чем-то забытым уже, об этом вспоминают обычно, ну, в нашей православной традиции лишь раз в году обычно об этом мы вспоминаем, только вот зимой, когда говорим об обрезании Господнем, праздник обрезания, вот, а, ну и в некоторых конфессиях христианских тоже, не только у нас православных, но и в других конфессиях некоторых об обрезании говорят. Но как именно рукотворное обрезание, как обряд, хотя в христианстве это уже забыто, к счастью или к несчастью, это уже другой вопрос уже, вот, но, значит, как именно обрезание нерукотворное, обрезание как совлечение греховной плоти, как именно обрезание по сердцу, обрезание в духе, обрезание Христова, вот об этом говорят и об этом стоит говорить, потому что Новый Завет говорит нам о приоритете именно вот этого духовного обрезания, обрезания Иисуса Христа, как именно обрезание Христова в жизни каждого верующего. Вот и об этом как раз завтра я и буду говорить в собрании евангельских христиан. Буду в гостях у писятников, потом буду в гостях у баптистов, адвентистов. О разных собраниях буду в гостях и в эти дни январские. И буду говорить об этом и также о крещении. Потому что сразу следом за 14 января, когда обрезание Господня, 19 число, как раз это будет, получается, баптизо, крещение. Вот так вот, дамы и господа, братья и сестры. И пусть Господь Бог благословит всех вас. И пусть обрезанием Христовым каждый верующий обрезается. Пусть совлечение греховной плоти, пусть совершается это чудо, все ненужное, лишнее, прошлое, чтобы обрезалось. Словом Божьим, словом Господнем обрезание, чтобы совершалось в наших судьбах. Вот, и ныне, и во все дни нашей жизни земной. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас всех из города Тулы, Божьей милостью. Архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Киевская архиепископия. Мир всем вам. Аминь. Благословляю всех вас. Благословляю всех вас.